Крупные объекты энергетического комплекса всегда заставляют проблемы государству, потому что на таких объектах почти никогда не удается уделять должное внимание всем мелочам. А ведь именно из мелочей вырастает любая техногенная катастрофа. Еще хуже, когда на технические проблемы накладывается бюрократизм и пресловутый человеческий фактор. Вот так из мелочей и ошибок людей и происходят сокрушительные катастрофы, подобные тем, что случилось утром 17 августа 2009 года на крупнейшей в России гидроэлектростанции Саяно-Шушенской ГЭС. Сегодня с вами по-прежнему «Военная техника-2», и мы вновь начинаем свое расследование о том, как это было на самом деле. Опыт крупных техногенных катастроф показывает, что в большинстве случаев вопрос о причинах аварии остается не до конца выясненным, а иногда и вовсе составляет загадку. Однако в случае с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС все совсем не так. Причины аварии известны, все виновные установлены, и многие должностные лица понесли наказание. Главная причина катастрофы – чисто техническая. Из-за особенностей конструкции гидроагрегата номер 2, в его креплениях образовались усталостные напряжения, что при повышенной вибрации привело к их разрушению. Проще говоря, шпильки, державшие крышку в турбины, были разорваны. Крышку сорвало напором воды, и произошло то, что произошло. Но не обошлось здесь, как это обычно бывает, и без причин организационного и нормативно-правового характера. Начальство Саяно-Шушенской ГЭС вовремя не позаботилось о ремонте. Главный инженер не обратил внимания на критические показания датчиков, обслуживающий персонал не точно выполнял должностные инструкции. Все это сыграло свою роль в возникновении чрезвычайной ситуации, и может быть роль даже большую, чем просто износ оборудования. В здании ГЭС размещено 10 радиально-осевых гидроагрегатов мощностью 640 мегаватт каждый. Саяно-Шушенская ГЭС до аварии 17 августа 2009 года являлась самым мощным источником покрытия пиковых нагрузок в единой энергосистеме России и Сибири. В момент аварии в работе находились 9 гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. Суммарная активная мощность работающих агрегатов составляла 4400 мегаватт. Выброс воды из кратера турбины 2-го гидроагрегата привел к частичному обрушению строительных конструкций на участке от 1-го до 5-го гидроагрегатов. Были повреждены и местами разрушенные несущие колонны здания, а также оборудование систем регулирования и управления гидроагрегатов. Получили механические повреждения различной степени 5 фаз силовых трансформаторов. Были повреждены строительные конструкции трансформаторной площадки в зоне 1-го и 2-го блоков. Все 10 агрегатов Саяно-Шушенской ГЭС были повреждены или полностью разрушены. В акваторию Енисея вылилось более 40 тонн машинного масла. В результате аварии произошло затопление производственных уровней, находящихся ниже машинного зела. Короткое замыкание в системах управления генераторов привело к полному прекращению работы гидроэлектростанции, в том числе на собственные нужды. Под водой оказалась и территория, прилегающая к электростанции. Однако затопление населенных пунктов все-таки удалось избежать. На состоянии плотины Саяно-Шушенской ГЭС авария не отразилась. В 9 часов и 20 минут силами персонала станций и подрядных организаций были закрыты аварийно-ремонтные затворы гидроагрегатов и приключено поступление воды в машинный зал. В разрушенных и затопленных водой помещениях Саяно-Шушенской ГЭС начались поисково-спасательные работы. В машинном зале, где произошла технологическая авария, были начаны аварийно-восстановительные работы. Было задействовано 115 человек, из них 98 человек – личный состав МЧС России по Хакасии. Массовое пятно, образовавшееся в результате утечки трансформаторного масла, распространилось от плотины ГЭС вниз по течению Енисея на 5 километров. В 11 часов и 40 минут были открыты затворы водосливной плотины и восстановлен баланс расхода через гидроузел. До начала открытия затворов водосливной плотины регулирование санитарного пропуска по реке Енисея осуществлялся Майнской ГЭС. Из-за аварийно-сайно-шушенской ГЭС в энергосистеме Сибири образовался дефицит мощности. Энергетики были вынуждены ограничивать подачу электроэнергии на ряд кузбасских предприятий. В том числе временные ограничения коснулись крупнейших металлургических кабинетов, принадлежавших Евразгрупп, Новокузнецкого металлургического кабинета и Западно-Сибирского металлургического кабинета. Ряда угольных шахт и разрезов. В 21 час и 10 минут в ходе селекторного совещания в кризисном центре МЧС было сообщено о том, что имеется 10 погибших, один с раненых. Судьба 72-х человек уточняется. Организован разбор завалов, идет восстановление схемы энергоснабжения. Спустя менее суток после аварии начался массовый мор форели в двух рыбоводческих хозяйствах, расположенных ниже по течению Енисея от ГЭС в поселке Майна. Из-за попадания в Енисея машинного масла из разрушенных гидроагрегатов погибло около 400 тонн промышленной форели. В Енисея рыба мигрировала, уходила от пятна, поэтому не погибла. А в форелевых хозяйствах находилась в понтонах, у нее не было возможности уйти. 18 августа в Хакасии было полностью установлено электроснабжение. Дополнительные мощности пошли с Абаканской ТЭЦ. Председатель правительства Хакасии объявил в республике 19 августа днем траура в связи с трагическими событиями, произошедшими на Саяно-Шушинской ГЭС. На тот момент было найдено 12 человек погибших, 15 пострадали. За ночь с 18 на 19 августа спасатели с помощью спецтехники извлекли 6 тонн мазута из машинного зала. Начали обработку реагентами с помощью вертолета у Сирьки Абакан. Продолжался разбор завалов в машинном зале. Оттуда было выведено порядка 4000 кубометров металлоконструкций с площадью около 280 квадратных метров. Площадь обрушения составила примерно 400 квадратных метров. 19 августа три вертолета МЧС России приступили к очистке водной акватории Енисея от машинного масла, которое попало в реку. Утром 20 августа на оперативном совещании по ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушинской ГЭС глава МЧС России сообщил, что специалисты МЧС начали откачку воды из машинного зала. 21 августа премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин прилетел на Саяно-Шушинскую ГЭС, где осмотрел место аварии, провел совещание по ликвидации последствий аварии и организации работы по обеспечению устойчивого электроснабжения потребителей Объединенной Энергосистемы Сибири. С 23 августа на станцию начали прибывать подразделения и бригады профессиональных ремонтников, монтажников и других энергетических специальностей из других регионов России. На 24 августа оставалось откачать из машинного зала Саяно-Шушинской ГЭС менее метра воды. МЧС России начало постепенно сворачивать работу на станции. На ГЭС начались восстановительные работы. Компания «Русгидро» представила Минэнерго план ликвидации последствий аварии и восстановления Саяно-Шушинской ГЭС и объявила 25 августа днем трауру во всех филиалах компании. 24 августа было известно о 69 погибших. Шесть человек считались пробавшими без вести. 23 сентября 2009 года на Саяно-Шушинской ГЭС было обнаружено тело последнего 75-го погибшего. Проект восстановления и комплексной реконструкции Саяно-Шушинской ГЭС предусматривает полную замену всех 10 гидроагрегатов. По плану утвержденного Минэнерго России полностью гидроэлектростанция должна быть восстановлена в 2014 году. В июле 2013 года был остановлен на реконструкцию третий гидроагрегат Саяно-Шушинской ГЭС, который является одним из четырех агрегатов, наименее пострадавших в техногенной аварии 2009 года. К этому времени остальные 9 агрегатов уже были реконструированы. Третий гидроагрегат по плану должен вернуться в строй летом 2014 года. На сегодняшний день Саяно-Шушинская ГЭС продолжает работу, вырабатывая 3840 мегаватт энергии. До аварии она вырабатывала 6400 мегаватт. В эксплуатации находятся 6 из 10 гидроагрегатов. Номер 1, 5 из 7 по 10. Гидроагрегаты номер 3, 4 и 6 сейчас находятся на реконструкции. Гидроагрегат номер 2 выведен из эксплуатации. В мировой истории катастроф подобных происшествий, как на Саяно-Шушинской ГЭС, не было. Однако что-то подобное в значительно меньших масштабах случилось в 1983 году на Нурекской ГЭС в Таджикистане. Тогда тоже был частично разрушен один из гидроагрегатов, в результате чего произошло затопление машинного зала. Человеческих жертв и разрушений не было. Ну вот и наш сегодняшний выпуск подошел к концу. С вами была Вайна Техника 2 и рубрика «Как это было на самом деле». Пишите ваши комментарии по данному видео и оставляйте отзывы о нашей работе. Лично автору канала, ссылка в описании. Также не забывайте подписываться и делиться этим видео с друзьями. А мы с вами недолго прощаемся. Всего вам доброго. Увидимся в следующем выпуске на нашем канале.